Ивановские спортсмены соревновались за призы Деда Мороза. Во второй спортивной школе прошел предновогодний Кубок города по спортивной гимнастике. Соревнования эти уже стали традиционными. На них ребята и преподаватели подводят итоги года. Обычно он у нас бывает открытым, но в этот раз нам оказались ехать в команду, потому что у всех во всех городах тоже идут отчетные соревнования. Поэтому у нас Кубок города только среди наших гимнастов. Он у нас традиционный, каждый год. Для того, чтобы подтвердить разряды, которые мы присваивали в течение года, проверить их подготовку на будущий год. Традиционно гимнасты выступают по программе «Многоборье» среди участников мастера спорта и кандидаты всех разрядов. На этих состязаниях участники могли представить свою программу, усложнив уже существующую. За более сложные элементы гимнасты получают дополнительные баллы. Здесь мы можем показать то, что мы добились за последний промежуток времени и показывать, что мы где-то не доработали, что-то не сделали, чтобы в дальнейшем устранить ошибки. Мы, во-первых, показываем базу, сложность элемента, выполняем базу на каждом снаряде, который требуется, и стараемся набирать как можно больше сложность элементов. Внести что-то новое – это всегда риск. Риск того, что недостаточно отработанный прыжок или переворот обернется неудачей, за что баллы непременно снизят. Но глаза боятся, а руки делают. Главное, шутят участники вовремя забыть, что несколько месяцев назад тот или иной трюк казался невыполнимым. На самом деле, это произвольная программа. Тут можно ставить то, что ты хочешь. И тут соревнования очень хорошие, на призе Деда Мороза все очень образованно. Мне нравится. Помимо Кубка города, который достанется лучшей команде, все участники соревнований получат новогодние подарки от Деда Мороза. Они уверяют организаторы, их действительно заслужили. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.